Люблю слушать и читать премьер-министра Украины Владимира Борисовича Гройцмана. Каждое его выступление приводит в праздничное и оптимистичное настроение. Вот и сейчас привожу отрывок из его монолога. Мы подняли минимальную заработную плату. Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была 53 доллара. Сегодня 150 долларов. Я этим не горжусь. Я просто говорю о том, что мы не повысили в три раза. Но наша задача повысить еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране 300 долларов. И мы можем к этому прийти, заявил на прошедшей неделе Владимир Гройцмана. К нему вторит министр соцполитики Андрей Рева, справедливо рассуждая о причинах оттока рабочей силы из страны. На сегодняшний день мы не достигли того уровня, который бы позволил остановить трудовую миграцию. А значит, усилие нужно продолжать увеличивать. Я считаю таким промежуточным этапом, когда у нас уровень зарплат выйдет хотя бы на эквивалент 500 евро в месяц. Когда мы достигнем такого уровня, люди, которые едут за границу, будут задумываться, ехать или нет, заявил Рева. Ну, тут министр перешеголял своего начальника. Полтысячи евро, замечу, больше 300 долларов. Впрочем, суть не в обещаниях и суждениях Гройцмана или Рева. В конце концов, украинцы привыкли, что перед очередными выборами власть всегда что-то обещает, кое-что дает, а потом все возвращается на круги своя. Тут важно другое. А возможно ли сегодня поднять эту самую минималку до уровня, о котором вещает Кабинет Министра Украины? Начну с того, что реально поднять минималку можно в бюджетной сфере. Директивно. В рыночной экономике никакая директива не действует, ибо здесь экономика развивается по вполне определенным законам, а не по желанию чиновника. Начну с того, что из 17,5 миллионов активных работников Украины всего лишь 7 миллионов числятся в штате. Но и это не главное. Уже много лет в парламенте лежит пакет законов, требующих ввести в стране почасовую зарплату труда, довести ее до уровня требований Международной организации труда, мод, заняться разработкой и внедрением отраслевых коэффициентов. Оплата оператора станков с числовым программным управлением должна отличаться от оплаты продавца магазинов. При этом самое главное. Экономика должна заработать. Иначе увеличится теневой рынок зарплат, который и так на 60-70% в тени. Уменьшится возможность людей получать субсидии. Любой рост минималки тут же приведет к еще большему росту затрат на коммуналку, последствия урезания субсидий. Ну а пока будем слушать приятные обещания наших чиновников. Это как в эпизоде с хаджой на срединам, когда возле уха трясут кошельком, набитым золотыми монетами. Послушал? Ну и хорошо. Считай, обогатился. Обогатился.